Грядет сезон Рассвет, а вместе с ним и нерв лучшей праймари ПВЕ пушки, Паука Отшельника. Этот пистолет-пулемет настолько долго доминировал в ПВЕ мете, особенно в эндгейм-активностях вроде рейдов, сумеречных налетов и так далее, что даже первый нерв, который произошел с выходом Обители Теней, не помог. С началом нового сезона ситуация с доминированием Паука в ПВЕ изменится. В некоторых случаях даже кардинально. И да, в этом ролике будет речь идти только о ПВЕ. Меня, кстати, все еще зовут Джонни Лейни, и я рад, что ты вновь смотришь видео на канале Трипл Вайп. Так в чем будет заключаться нерв Паука Отшельника? Если быть точнее, то будет занерфлен уникальный перк этой пушки – Оружейный Мастер. Убийство из любого оружия ненадолго увеличивает урон, наносимый этим оружием. У этого перка нет ни одного минуса. Помимо того, что Оружейного Мастера очень легко активировать и удерживать, так еще и цифры прироста к урону зашкаливают. Урон Паука Отшельника в голову по Акалитам из того самого затерянного сектора на оптимальном расстоянии составляет 325 единиц. Урон в тело составляет 197. При активированном перке урон в голову увеличивается до 393, а в тело до 390. Получается, что урон в голову увеличивается примерно на 21%, а в тело на 98%. Иными словами, урон в тело приравнивается к урону в Крит. Учитывая то, что на пушке еще есть питающая ярость, которая ускоряет скорость перезарядки при убийствах, один из лучших, если не лучший перк на перезарядку, то становится ясно, почему Паук Отшельник стал королем ПВЕ активностей. Однако, после нерфа перка урон в тело больше не будет приравниваться к критическим показателям. Иначе говоря, урон в голову при активации перка не изменится, прирост останется на 21%, а вот прирост к урону в тело будет сильно порезан. В этом нерфе есть небольшая проблема, которая затрагивает геймплей игры при использовании разных устройств, то есть мышки с клавиатурой или геймпада. На мышке Паук Отшельник чистейший лазертак, отдачи практически нет, если у вас руки растут из прямого места. Соответственно, попадать в голову очень просто, на оптимальном расстоянии разумеется, на большем расстоянии придется немного поднапрячься. А вот на геймпаде лазертага нет, в принципе, прицел вводит так, как и полагается пушкам такого типа. Соответственно, попасть в голову тяжелее. Если на оптимальной дистанции контролировать отдачу можно без каких-либо проблем, то на средней и тем более дальней возникнут трудности. Как уже было сказано, урон в голову при работе перка порезан не будет. Соответственно, если вы будете попадать исключительно в голову, то вы не заметите какой-либо разницы после нерфа. Однако в этом и заключается приятный бонус паука. Ты мог стрелять в любую точку врага, и урон бы был, как будто бы ты попадаешь в голову. Теперь для достижения самого быстрого ТТК нужно стрелять исключительно в крит. И да, это изменение затронет и ПВП, о котором мы говорить сегодня не будем, потому что... Если ты очень сильно любишь паук-отшедник, или пистолеты-пулеметы в принципе, то есть смысл призадуматься о потенциальной замене. Так какие пушки могут заменить реклюз? Давай посмотрим, но сначала прервемся на рекламу от спонсора этого видео. Страж. Если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты, легендарки и триумфы очень хочется, советую хороший сайт dwing.net. Любые квесты, пушки, триумфы, рейды и другую помощь ты можешь получить у ребят. Сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты. Всё можешь проверить сам, а по коду TRIPLE VIBE действует 15% скидка на все услуги. Но если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Ссылка будет в описании. Теперь назад к видео. Первая пушка, которая приходит в голову, это пистолет-пулемёт с нападения... вексов. Субъектив. Вы могли видеть его в моих предыдущих видео, я отбегал с ним все спидраны Мастер Кошмаров и ППшка мне очень полюбилась. Она тоже во второй слот и имеет ту же скорострельность, что и Паук Отшельник. 900 выстрелов в минуту, но с электрическим уроном. Цифры урона без какого-либо усиливающего перка, такие же, как и у Паука. 325 в голову и 197 в тело. Из перков на урон на него может выпасть полоса удач, магазин для множественных убийств, рубака, усиленные резервы и в окружении. Последние два варианта можно сразу отбрасывать, они слишком ситуативные и их прирост к урону не оправдывает себя. Особенно у усиленных резервов. Да, перк в окружении вполне работает на пистолетах-пулеметах, поскольку этот тип пушек и ориентирован на игру на короткой дистанции, и его прирост к урону составляет 30% с модификатором Ады 1.40. Однако он, как уже было сказано, ситуативен. Если рядом нет необходимого количества врагов, то перк просто не будет активен. Остаются полоса удач, рубака и магазин для множественных убийств. Прирост к урону у полосы удач и в голову и в тело составляет 10% на одном стаке, 20% на двух стаках и 33% на трех стаках. Сам перк длится 3.5 секунды, а при использовании модификатора Ады увеличивается до 4.5 секунд. Как вы можете понять, прирост к урону полосы удач на трех стаках значительно превосходит грядущий прирост у оружейного мастера. Такая же ситуация у рубаки, у которой прирост на максимальном количестве стаков, 5, тоже составляет 33%. Только в отличии от полосы удач, рубака длится 5 секунд, а потому слот под модификатор можно потратить на что-то другое. Оба этих перка являются отличной заменой оружейного мастера и должны стать вашим приоритетом на этой пушке. Говоря о магазине для множественных убийств, то для его активации нужно перезарядиться, в отличии от полосы удач и рубаки. Однако и прирост к урону выше, 17% на одном, что уже практически равно тому, что будет у оружейного мастера реклюса. 33% на двух стаках и 50% на трех стаках. Этот перк тоже подходит, но к нему обязателен второй перк на перезарядку. Говоря о второй колонке перков, то здесь есть изгой и датчик угроз, которые ускоряют скорость перезарядки. Датчик угроз хорошо синтезируется с перком в окружении, поэтому эта связка вполне может заиграть. Но как вы понимаете, изгой и полоса удач, либо рубака, либо магазин для множественных убийств будет получше. Где выбивать этот пистолет-пулемет? Он рандомно падает при завершении сезонных вексовских активностей, наступления и вторжения вексов, и за выполнение корпуса и коры на пистолет-пулемет. Берете корпус, летите в наступление вексов, убиваете вексов только с помощью пистолета-пулемета и лутаете пушку после убийства босса. Есть еще одна девятисотая ппшка во второй слот, которая может заинтересовать вас. Это тревожный чемоданчик из сезона скиталец. Да, да, та самая ппшка, которая так настойчиво валилась тебе в суде, когда ты ходил туда за пайком. Отличается она только стихией, но архетип тот же, девятьсот выстрелов. Среди перков на урон у него есть магазин для множественных убийств, усиленные резервы и рубака. Из перков на перезарядку есть датчик угроз, жизнеобеспечение, правда это не перезарядка, отсутствие перезарядки, а также сбрасываемый магазин и легкосплавный магазин в колонке перков. Что выбивать решайте сами, но помните, что при наличии перка магазин для множественных убийств, обязательно нужен перк на перезарядку. К слову, существует банджи ролл, на котором есть стремительный ход, магазин для множественных убийств и легкосплавный магазин. И, кстати говоря, этот ролл очень хорош. Где выбивать чемоданчик? Чемоданчик падает рандомно с суда 2-го или 3-го уровня, когда боссом является Орикс. Также может упасть с матча Гамбита Прайм. Банджи ролл падает рандомно при получении синтетика по ходу матча за потрошителя, например, за убийство важной цели. Не, это все классно, но паук-то у нас был пустотный, и ты справедливо можешь спросить, а есть ли другая пустотная ппшка с той же скорострельностью, что и у паука-отшельника? Есть. Это бремя героя, которое падает с железного знамени. Но у этой пушки все плохо по перкам, поэтому рассматривать ее не стоит. Зато ппшка Эрис Морн в каждый момент жизни является тоже пустотной. Правда, у нее скорострельность 600, но из примечательных перков на урон можно выбить киллерский магазин и рубаку. И поверьте, киллерский магазин с выходом Обители Теней в ПВЕ вас совсем не должен интересовать. Пускай его прирост к урону и составляет 33%, и длится он 5 секунд, но его действия нельзя продлить, в отличии от полосы удач, рубаки и магазина для множественных убийств, которые можно перезапустить. Из перков на перезарядку есть Изгой, Стремительный Уход и Жизнеобеспечение. Плюс Легкосплавный Магазин. Выбор, в принципе, очевиден. Помимо перков на урон, на этой ппшке есть Диверсант. Убийства из этого оружия будут создавать энергию гранат. При использовании гранат, это оружие перезаряжается из резерва. Если вы любите играть с гранатовым билдом, то этот пистолет-пулемет может заинтересовать тебя. Где выбивать каждый момент жизни? Просто выполняйте эссенцию сликтурно. Все перечисленные пистолеты-пулеметы являются очень доступными для получения. Не то что паук в свое время. Как для ветеранов, так и для новичков. Разумеется, придется потратить немного, ну или очень много времени, чтобы получить необходимый ролл. Но что поделать, легких путей без рандома в этой игре нет. Еще один пистолет-пулемет будет доступен тем, кто ходит в рейды. Речь о Тарабе, которая рандомно падает за прохождение рейда Корона Скорби. И да, он все еще мне не упал. Такие дела. Это экзотический солнечный пистолет-пулемет со скорострельностью 750. Актуален он будет только для тех, кто не использует экзотик в кинетический или силовой слот. А учитывая то, что прямо сейчас бремя Идзанаги доминирует в ПВЕ-мете, то для Тарабы может просто не найтись места. Урон в голову Старабы составит 390, а в тело 260. Уникальный перк пушки Алчный Зверь будет увеличивать урон в голову впрочем до 780, а в тело до 774. Неплохо, не правда ли? Помимо этого, значительно увеличивается скорострельность и скорость перезарядки. Сам перк работает 7 секунд, а при попадании по мобам время действия продлевается. Правда, есть аж 2 ложки дегтя в бочке меда. Первое. Перк накапливается достаточно долго, а время его действия достаточно короткое. Второе. Сменил пушку, сбросил накопление перка. Достал призрака, сбросил накопление перка. Иными словами, ты должен бегать только с Тарабой в руках, чтобы постоянно использовать перк. Тараба далеко не самый лучший вариант для замены, тем более занимает экзот слот, но кому-то может понравиться. Среди пистолетов-пулеметов во второй, в принципе, всё. Из других пушек во второй слот я чаще всего использую револьвер Знойную Орхидею из Кузнец, экзотический солнечный выстрел, электрический револьвер из Города Грёз Долг Пробудившихся, ну и, быть может, Веру из Гамбита. Но это уже совершенно другой тип оружия, требующий совершенно иного применения и сценариев. Так что на этом, пожалуй, всё. Спасибо за просмотр, Страж. Надеюсь, что ты что-то выбрал. Ты же подписан на канал. Подпишись, иначе против тебя в Горниле будут играть Титаны в незанерфленной одноглазой маске. Давай. Счастливо.